Звездный дождь этой ночью увидят жители Ямала. Те, кто отправился на российский юг, получат кэшбэк. Обо всем подробнее в коротком обзоре новостей. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила получения кэшбэка за покупку туров по России. Компенсацию автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой МИР. Продолжительность поездки должна быть свыше четырех дней, а стоимость тура не менее 25 тысяч рублей. Чем выше цена, тем больше кэшбэк. Первоначально Ростуризм заявлял, что регионы повышенного спроса, Черноморское побережье, Крым, Москва и Питер, в проекте участвовать не будут. Но позже программу распространили на все регионы. Северный коэффициент на удаленке. Депутаты Госдумы решили урегулировать вопрос северных надбавок для россиян, которые работают дистанционно на компании Крайнего Севера. А также для сотрудников, которые наоборот работают в арктических широтах, но на фирмы, зарегистрированные в Москве или на юге. Поводом послужили противоречия при социальных гарантиях. Например, отсутствие северных выплат у тех, кто действительно претерпевает лишения их наличия, у тех, кто трудится в курортных условиях. Ямальский прокурор Анатолий Васильев вышел на пенсию, не проработав и года. Напомню, он занял должность 16 декабря 2019 года. До этого он был прокурором Магаданской области. Сейчас обязанности прокурора временно исполняет его заместитель Дмитрий Разуваев. Звездопад Персеиды 2020 ямальцы увидят в ночь с 11 на 12 августа, если, конечно, позволит погода. Метеорный поток, появляющийся в зоне видимости землян, ежегодно с 17 июля по 24 августа достигнет апогея именно в этот вторник. Визуальный эффект создает хвост кометы. Приближаясь к Земле, частицы хвоста сгорают в атмосфере и вспыхивают, как звезды. Обзор подготовила Вера Баранова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.